Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! В начале 60-х годов ОКБ-2 Камова получила задание создать многоцелевой вертолет модульной конструкции, на котором можно было бы использовать и различные комплекты сельскохозяйственного оборудования. Именно таким гражданским специализированным вертолетом и стал созданный вскоре К-26. Совет министров СССР в 64-м году принял решение о разработке нового многоцелевого вертолета, причем генеральным заказчиком данного проекта впервые выступал не ВВС, а гражданский воздушный флот. Сразу же было принято решение с учетом сезонности сельскохозяйственных работ сделать новый вертолет универсальным, с возможностью быстрой переделки его для перевозки пассажиров или грузов, или для использования в качестве летающего крана для монтажных работ. Работами по созданию простого по конструкции и легкого в управлении и пилотировании вертолета, обладающего высокой экономичностью, руководил заместитель главного конструктора ОКБ-2 Купфер. Первый опытный вертолет К-26 совершил свой первый полет 18 августа 1965 года. Использование на вертолете К-26 двухвинтовой соосной несущей системы, успешно применявшейся ОКБ Камова для всех своих вертолетов, с двумя звездообразными поршневыми двигателями воздушного охлаждения П-14В-26, позволило получить высокий коэффициент полезного действия винтов на режимах зависания и малых скоростях полета, характерных для сельскохозяйственных работ, а также интенсивное разбрызгивание и распыление химикатов потоком от соосных несущих винтов. Вертолет имел неубирающийся четырехопорное колесное шасси. Фюзеляж нового вертолета Камова был выполнен по оригинальной компоновочной схеме в виде летающего шасси с центральным отсеком платформы прямоугольной формы, которому спереди крепилась кабина экипажа, а сзади две хвостовые балки полумонококовой конструкции, несущие горизонтальное оперение. Сверху центрального отсека фюзеляжа монтировался главный редуктор с несущей системой, а по бокам две гондолы с двигателями М-14В-26. Именно летающее шасси являлось неизменной частью всех основных вариантов применения вертолета К-26, с различными комплектами специального быстросъемного навесного оборудования. Баки и шланги для разбрызгивания жидких химикатов, бункеры и распылители для твердых химикатов, грузопассажирская кабина с откидными сидениями для шести пассажиров, грузовая платформа с откидными бортами, предназначенная для перевозки крупногабаритных грузов, дистанционно управляемая лебедка с крюком для подъема грузов и тому подобное. Двухместная кабина экипажа имела хороший обзор и сдвижные двери, причем предусматривалась установка второго комплекта управления. За сидениями экипажа размещались отсеки радиоэлектронного и приборного оборудования с большими люками для обслуживания. В качестве силовой установки были использованы два хорошо зарекомендовавших себя в эксплуатации поршневых двигателя воздушного охлаждения М14В26, уже устанавливавшиеся на предыдущих моделях Камова К-15 и К-18, что в сочетании с простой и легкой конструкцией вертолета обеспечивало увеличение полезной нагрузки более чем в три раза. Для этого вертолета были разработаны несущие трехлопастные соосные винты противоположного вращения с шарнирным креплением лопастей. Причем впервые в практике мирового вертолетостроения стеклопластиковые лопасти этих несущих винтов имели практически неограниченный ресурс живучести, превышающий 5000 летных часов, что почти в 10 раз превосходило ресурс лопастей вертолета Ми-2. Пилотажно-навигационное оборудование обеспечивало пилотирование вертолета в простых и сложных метеоусловиях и включало радиокомпас, командную радиостанцию Р-860 и курсовую систему. Специальное оборудование определялось назначением вертолета, поэтому было разработано 8 различных комплектов сменного оборудования. В период с 1967 по 1970 годы было создано несколько модификаций вертолета К-26. Сельскохозяйственный, без грузопассажирской кабины, с баками или бункерами для разбрызгивания и распыления химикатов полосой шириной от 20 до 60 метров, при скорости полета от 30 до 130 км в час. Транспортный, с грузопассажирской кабиной для перевозки 6 пассажиров или грузов массой в 900 кг или с грузовой платформой вместо кабины. Санитарный, для транспортировки двух больных на носилках и двух на сидениях, сопровождающими медработниками и медицинским оборудованием. Лесопатрульный, для патрулирования лесных массивов и для выполнения спасательных работ при пожарах, с электрической лебедкой LPG-150 грузоподъемностью 150 кг, с тросом длиной 40 метров и крюком. Летающий кран, для монтажных работ и транспортировки грузов массой 900 кг на внешней подвеске. Корабельный, спасательный, с электролебедкой LPG-150М3, системой подъема пострадавших, со спасательной лодкой ЛАЗ-5М3, с радиостанцией Коралл и аварийными баллонетами для посадки на воду. Использовался в вспомогательной авиации военно-морского флота. Патрульный, для ГАИ МВД с громкоговорителями и электролебедкой с грузовым крюком. Мог также оснащаться телевизионной камерой и использоваться для съемок с воздуха. А также геологоразведывательный, с аппаратурой магнитной геологоразведки, располагавшейся в грузо-пассажирской кабине и с кольцевой антенной, смонтированной вокруг фюзеляжа. Все варианты вертолетов Ка-26, кроме корабельного и геологоразведывательного, могли быть переоборудованы из одного в другой бригадой из двух-трех техников, менее чем за 8 часов. Однако многофункциональный вертолет Ка-26 оказался достаточно далеким от аэродинамического совершенства. Из-за несовершенства аэродинамики, его максимальная скорость была ограничена, что, правда, не являлось определяющим фактором для вертолета-труженика, который мог выполнять большой объем самых разных работ на малых скоростях вблизи Земли. При этом на малых высотах и на малых скоростях наилучшим образом реализовывались достоинства, выбранной для вертолета схемы, которая обеспечивала ему хорошую маневренность компактность, высокую тяговооруженность, а также очень простую технику пилотирования. Серийное производство вертолетов Ка-26 велось на механическом заводе в Камертау с 1969 по 1977 год. Всего было построено 816 вертолетов. Продолжение следует...